Девочка-пай Здравствуйте, меня зовут Андрей Кузнецов и я представляю лабораторию альтернативной истории. Мой доклад – альтернативная анатолия, мегалиты и артефакты. Я расскажу про точки и артефакты из экспедиции, в которых участвовал. В основном эти точки приписываются Хетскому царству. Хатуса – столица Хетского царства, одновременно один из самых интересных объектов с точки зрения лаборатории альтернативной истории. Хатуса – это большая территория и это один из примеров объектов, на котором мы нашли наиболее интересные пропилы. Здесь наиболее массивные камни, явно наиболее древняя постройка. В Хатусе можно найти несколько объектов с полигональной кладкой. Десятки артефактов с V-образными пропилами, такие как этот так называемый камень-заплатка. Здесь тоже можно увидеть V-образные пропилы и сам блок, на котором они расположены, является одним из основных блоков объекта. Можно найти маленькие артефакты с дисковыми пропилами. Немецкие археологи во время раскопок нашли достаточно большое количество камней с пропилами, и они выложили их на отдельный блок, как на предметный столик. Возможно, они собирались потом их исследовать, но получилось так, что исследовать их смогли мы. Особенностью является высокая сохранность из-за того, что они лежали в грунте или среди других камней и не подверглись эрозии. На этом столике мы обнаружили один из самых интересных артефактов. Этот камень с ошибкой пиления. Макрофотография этой ошибки показала, что камень не пилили, а скорее резали как будто ножом. Соседняя точка с Хатусой – это Аладжа Хуюк. Это сравнительно небольшая точка, примерно раз в десять меньше, чем сама Хатуса, но от этого не менее интересная. Здесь сохранилась одна полигональная стена, но зато сохранилась достаточно хорошо. Остальную территорию все еще раскапывают, и нам повезло попасть на объект в самую середину раскопок. Стена поближе очень напоминает южноамериканские полигональные кладки. Во время раскопок можно увидеть, что археологи достают из грунта, из глины, камни поштучные. К сожалению, сейчас археологи собирают из этих камней. На этой фотографии видно, они собирают что-то вроде колодца. То есть объекта не было, они его просто собирают по частям. Там же, в этой глине, можно увидеть более крупные блоки, которые лежат разрозненно, как будто бы их раскидывали, но явно принадлежали начальной кладке. Вот некоторые из этих блоков уже выкопаны и вынуты наверх. По ним видно, что эрозия их практически не тронула, и они здесь находятся уже очень давно, и при этом тоже были сохранены под землей. Судя по всему, хетты использовали сооружение гораздо позже, чем оно было разрушено, и оно уже было погребено под слоем грязи. Еще одной небольшой и малоизвестной точкой, комплементарной хатуси и аладжи хуюку, является сапенува. Сапенува состоит из небольших блоков, но они очень хорошо подогнаны с использованием полигональных сочленений. Во многих случаях полигональная кладка использована даже тогда, когда она была совершенно не нужна. Несмотря на малый размер камней, мы видим полигональные замки и даже заплатки. Еще один малоизвестный и малодоступный хетский объект – это Гюль-Людак. Гюль-Людак интересен тем, что построен на вершине вулкана. Большая его часть представляет из себя нагромождение булыжников. Именно эти нагромождения, которые, впрочем, из космоса выглядят как структуры, позволили нам раскрыть секрет другого объекта. Если присмотреться, то заметно, что раньше эти камни представляли из себя стены. Но вряд ли кто-то делает стены просто нагромождением камней, поэтому я предполагаю, что у них был связующий раствор, который постепенно вымыла вода за тысячелетия, и теперь мы видим аккуратные кучки, аккуратные валы из камней. А это уже фотография другого объекта. Он не отмечен на картах, у него нет названия, и мы нашли его как геоглиф по картам Google. Когда мы туда забрались, мы увидели горы камней, но совершенно не поняли, что они из себя представляли, потому что это было за день до того, как мы добрались до Гюль-Людак. И только задним числом мы поняли, что, вероятно, мы нашли еще одно хетское укрепление, в котором вымыло весь раствор. Судя по всему, по краям сооружения даже были башни, потому что количество булыжников там значительно больше, чем в среднем по стене. Общая длина конструкции составляет 500 метров, и она состоит из двух стен, одна в форме треугольника и одна в кальцевидной форме. Высоких технологий здесь нет, но я привел этот пример, потому что в Гюль-Людак, на первый взгляд, тоже высоких технологий не было. Но в одной из точек Гюль-Людак находится вот такая стеночка из очень плотно подобного друг другу камней. Камни имеют очень интересные фаски, потому что они напоминают пазы, как будто бы эти блоки использовались для дополнительной стыковки с чем-то еще. На этой фотографии хорошо видны фаски, и они не характерны ни для Хатуса, ни для Аладжи-Хуюка, ни для других известных хетских объектов. Гебек-Летепи – один из самых известных мегалитических объектов Турции. Он считается до-хетским. Представляет из себя набор Т-образных каменных столбов, которые, как и Аладжи-Хуюк, были либо специально, либо не специально закопаны, также в перемешку камнями и какой-то грязью или глиной. То есть все, что мы видим сейчас, это откопано. Известен Гюль-Людак, в первую очередь, потому что на столбах есть гравировки. Многие пытаются отгадать, какие животные на них изображены, могли ли они быть современными, или это какие-то древние животные. Есть животные, похожие на динозавриков. И еще немного животных, тоже похожие на динозавриков. Ифлатун. Ифлатун – это источник и мегалитическая конструкция, сделанная вокруг источника. Объект приписывается хеттам, потому что фигуры, которые изображены, являются хеттскими богами или царями. Камни имеют очень внушительные размеры, но, очевидно, вторичное использование. Артефакт, который мы называем диск, мы нашли в музее Хаттайя. Несмотря на следы высоких технологий, в самом музее артефакт назывался «чашка». Этот обсидиановый диск обработан на станке, имеет несколько концентрических колец и несколько специфических углублений по центру. Качество обработки феноменальное, но, к сожалению, дополнительной информации о нем нет. Фригийская долина находится западнее хеттского царства, и в классическом понимании артефактов мы в ней не нашли. Большинство построек в ней сделаны из туфа или в туфе. Туф достаточно мягкий, поэтому позволяет делать и жилища, и церкви, и хранилища, и, в принципе, не требует каких-либо сложных инструментов для обработки. Например, вот такая прекрасная шестиметровая гробница со львами. Одной из главных достопримечательностей Фригийской долины является город Мидас или Изалыкая. В основном за эти прекрасные ворота высотой где-то от 8 до 10 метров, имеющие очень красивый геометрический узор. И на этой фотографии не очень хорошо видно, но вдоль правого края и над верхним левым краем там идет надпись. Именно по этой надписи ворота были датированы. Сейчас я ее покажу. Здесь фрагмент надписи, который идет по правому борту, повернут на 90 градусов для того, чтобы была возможность его рассмотреть. Очень хорошо видно, что, несмотря на очень высокую геометричность рисунка вокруг, сама надпись явно доделана позже. Остальные надписи вообще находятся вне створа ворот и сделаны явно уже дополнительно. Дополнительно. То есть, сама идея датировки этих ворот по этой надписи уже не терпит критики. Самой необычной находкой в Афрегии стали колеи. Я не буду подробно о них рассказывать, об этом есть отдельный доклад, который можно найти на ютубе. Но покажу несколько фотографий. Таких колеи в Туфе может параллельно идти десятки и даже сотни. Они иногда пересекаются, съезжаются вместе или разъезжаются. Я рассказал про самые интересные точки, которые мы нашли в течение последних пяти лет. Очевидно, что количество таких точек и артефактов гораздо больше, чем мы смогли отыскать. Потому что каждую экспедицию мы находили что-то новое, что-то интересное. Артефакты можно найти, особенно в музеях, совершенно случайно. То есть, диск был найден совершенно случайно. Для этого нужно действительно смотреть практически на каждую полку. Хатуса огромная. И я даже показал не все артефакты с пропилами, которые мы нашли. Их там десятки. Они, в принципе, хорошо описаны в фильме Лаи. И даже в двух фильмах, посвященных Хатусе одной. Я думаю, что таких объектов, как геоглиф, как тот, что не отмечен на картах, мы нашли просто по фотографии со спутникой. И их много. Когда мы ездили по Турции, мы видели огромное количество в чистом поле холмов, не раскопанных, иногда раскопанных только черными копателями. То есть, в Турцию еще можно огромное количество времени ездить, искать, находить. А что самое главное, даже музеи пока не убирают запасники. Интересные экспонаты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok